Приветствую вас. Я соглашусь с коллегой Антоном Сиряевым по поводу того, что проблему свою вы можете, в принципе, решить самостоятельно. Правда, это будет не так просто и, возможно, некоторые осложнения. Но в любом случае, в том и в другом, то есть и в случае самостоятельного решения, и в случае, если вы обратитесь к психологу, вам нужно будет работать над собой, вам нужно будет работать самому. Вот. И я думаю, что вот есть то, что вы можете сделать сами, есть то, что вы можете объективно сделать сами, да. Значит, ну, понятно, что стеснение, да, это в некотором роде стыд, стыд это непринятие себя, непринятие себя идёт из детства сейчас, в том числе. Вот. Хотя и, в общем-то, сейчас на когнитивном уровне это связано исключительно с тем, что у вас не совсем верные представления, не совсем верные установки о том, как вообще вот должно быть, как должны выстраиваться отношения, да. И самое главное, не верные установки представления о самом себе. Вот. То, что вы можете сделать сейчас, это, вообще-то говоря, спросить и сформулировать, сформировать для себя требования к себе. То есть, условно говоря, что я от себя требую? Условно говоря, что я от себя хочу? Условно говоря, по какой причине и почему я считаю себя вот таким, да, то есть стеснительным, недостойным и так далее? Условно говоря, насколько я мотивирован, насколько я именно мотивирован общаться с людьми, то есть мотивация общения с людьми должна быть нормой. То есть ее желательно удерживать вот в пределах определенной нормы. Если она выше или если она ниже, то это уже так или даже негативно влияет. Ну, в частности, если ниже нормы, то это, в общем, не страшно, да, пока вас это устраивает самого. А вот если выше нормы, то это, на самом деле, серьезная проблема, потому что это мешает очень сильно, вот чрезмерная мотивированность, мешает взаимодействию, причем взаимодействию всякому практически. Вот. Значит, это первое. Второе. Вы можете сознательно решить для себя, что это проблема, и тренироваться. То есть просто элементарно тренироваться сознательно, создавая для себя такие ситуации, такие моменты, значит, в которых вы, к примеру, ну, чувствуете себя негативно, чувствуете себя деструктивно, чувствуете себя, в общем, не своей тарелкой. То есть если эти ситуации сейчас происходят сами по себе, то вы можете сделать так, чтобы они происходили не сами по себе, а чтобы они происходили по вашему желанию, по вашей инициативе. Вот. И таким образом у вас в первую очередь появится очень важное ощущение, ощущение контроля. То есть будет чувство, что вы контролируете этот процесс. Это на самом деле так и есть. Действительно будете контролировать эту ситуацию. Действительно будете контролировать эту ситуацию. И снова и снова действуя в подобном ключе, снова и снова действуя по направлению к тому, значит, чтобы... делать то, что вы боитесь, я полагаю, что это поможет вам, значит, решить свою проблему. Вот. Ну, совершенно очевидно, что общению можно научиться на тренингах, группах общения. То есть общение – это навык. Если мы говорим об общении, то общение – это навык. Вам его нужно развивать. Как таково. То есть решение ваших комплексов, ваших внутренних проблем, да, не приведет к тому, что вы будете лучше общаться с навыками, нет. Его надо нарабатывать. Нарабатывать навык можно и нужно в процессе практики. Вот. Поэтому идеально, если вы занимаетесь психологом и индивидуально, и посещаете еще терапевтические группы. Вот. Или самостоятельно себя, значит, помещая вот в ситуации, которые вызывают у вас стресс и так далее. Вот. Что касается тревожности, то здесь, в контексте тревожности, здесь идет прямая отсылка к вашей мотивации. На мой взгляд, к мотивации, собственно, что-либо делать. Вообще. То есть тревожности, как правило, появляется тогда и только тогда, когда человек игнорирует свои чувства. Когда человек игнорирует то, что, собственно говоря, ну, что-то касается его. Вот. И тут вам нужно прислушиваться к себе и, соответственно, определить для себя, какие именно неудовлетворенности вы испытываете, что именно вы себе подавляете. Вот. И, соответственно, после этого, я полагаю, тревожности будет идти на спад. Здесь очень важно именно, вот, поисследовать то, что вы себе подавляете. Вот. Таким образом, работа с комплексами – это одна, а работа с тревожности – это немножко другое. Хотя и это смежный, ну, и навык общения – это третье. Вот. Вот так. На этом все. Обращайтесь, если у вас будет желание. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ну, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...